Вёстка Шпаковщина, где она родилась, была спалена некольки разум, потому что это был партизанский край. В память, когда спалили хату, пошла батька побудовал землянку, а лей землянку так само взорвали немцы, потому что там была вельми мощная партизанская зона. В 1944 году, когда вызвали Беларусь, батька пошёл на фронт и загидал под Кенисбергом. Пришло, как тогда сказали, извещение, но мама никогда не верила, что его нет. И она весь час чекала, и на месте второй спаленой хаты, и она первая у нашей вёсты побудовала новую хату. Побудовала хату, склали печь, и она сказала, перед первым дымом, перед первым разом их запалить печь, она сказала, дети, кличьте батьку с первым дымом, и он вас почуя, и он вернется. И мы, малые, мне поставили зедлик, потому что я не доставала до Комина, и у Комина я кричала, «Таточка, вертайся до дому, мы тебе чекаем!» Мама подводолала новую хату на старом Попялищи, «Вертайся, мы чекаем тебе, мы будем тебе чекать!» Пришло стольки годов, я завсёды верила, что он меня чуя. Я верила тому, что мама мне тогда, малой, сказала, «Батька чуя вас, кличьте его!» Я видела, что он чуя имея, поэтому я завсёды рассказывала ему про своё житё. Мне губей, мне не хапало, ещё житё. И коли мне на День вызволения Беларуси вручили посвящение, с тем, что я узнагороджена гоноровым званием Народной артистки Республики Беларусь, я подумала, что у нас свято, и у батьки, у меня вызволения Беларуси, и я, и моё высокое звание. Я всё равно верю, я верю, что он чуя. Безумовно, мы не дочекалися, але мы чекали и верили, что он чуя. Я и теперь верю. Я верю, что он чуя меня. Дякую вам. Спасибо. 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 Спасибо.